Протрите себе внутренние глаза и включите, знаете, сострадание к себе же. И вот с этим состраданием посмотрите. Конечно, тот, кто там внутри плачет, кричит, ненавидит, обижается, злится, завидует, боится, лежит трупиком, выглядит не очень, пахнет не очень обычно, говорит очень неприличные вещи. У меня внутри, например, все мое внутреннее пространство, если это не обида, а что-нибудь типа ненависти, то у меня там такой мат, которого вы в жизни от меня бы никогда не услышали. Но я регулярно, когда погружаюсь внутрь, там прямо так, вы знаете, изощренная, где я набралась, ну, реально, ну, это, да, я, видно, была грузчиком в Одессе. И у меня там, ну, пока я доберусь до сути, то есть я так вот, знаете, погружаюсь, а там такое, да, бля, 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 вот, ну, раньше я их, вначале я их сжигала, ну, там, всеми практиками, вынимала из себя, ну, тебя же из себя не выимешь, понимаете? Внутри никого, ну, кроме вас нету, все расстановки, ну, действия, ну, они работают, переплетения уходят, уходят чужие чувства, но я-то у себя точно есть. И вот, ну, вначале я слушаю эту историю, то есть, помните, любящее внимание с любовью, а там... И если хватит терпения, можете сразу вслушиваться, что говорит этот, даже этот мат или эта жалость. И я стала прислушиваться, и услышала, что вот он ругается, мой внутренний ребенок, и говорит, да ты меня вообще не слушаешь, ты всех других слушаешь, а меня, мои потребности, ты не слушаешь. Ты не хочешь услышать, что я хочу, ты не хочешь услышать, что нужно мне и сделать, выполнить мою просьбу. И когда я это стала слышать, мне несложно было вспомнить, что в моем детстве были очень доминантные родители, которые, ну, знали лучше меня, как бы, что мне нужно. И мне было сложно, я ведь сама доминантная, мне было сложно против них противостоять, но чтобы выжить, ну, мне пришлось научиться прижимать свои желания. Но кто-то, кто хочет жить внутри меня, он с этим не согласен. Но он там какой? Он один, понимаете? Вот этот мой кричащий ребенок, который говорит, ну, у меня есть мои потребности, я требую, прошу, я хочу, чтобы мои потребности, ну, услышали. Я хочу быть услышанным в своей семье. Может быть, так красиво, как я вам перевожу, вы, ну, не услышите сразу, но вы сто процентов услышите слова, которые говорит, ну, ваш внутренний голос. И если вы будете внимательны и наполнены любовью, то этот голос становится все тише и тише. И эта ваша часть страдающая, она начинает растворяться вот в этой вашей любви. Вот та любовь, которую ищет ваша природа, она ищет вашего внимания, она ищет ваш внутренний голос, ваш внутренний ребенок, ищет ваше любящее внимание, а не, ну, мужа, сотрудников, клиентов, детей. И если мы это не видим, ну, понятно, что это не видно, это надо вот так вот сесть и разобраться. Если мы это не видим, мы становимся заложниками внешней игры. Это очень дорогая игра. К примеру, если этот голос, который говорит, я хочу быть увиденным, я хочу, чтобы мои потребности были услышаны, а представляете, а я работаю в такой сфере, где мне надо слушать потребности моих клиентов, а не свои. У меня не так как бы много места слушать свои потребности. И вот, ну, на работе свои потребности не сильно послушаешь. Дома я начинаю, например, чудить. И в моем случае, например, я делаю то, что я хочу. Кто меня хорошо знает, знает, я покупаю себе все, что я хочу, езжу по всему миру. И вы можете сказать, вау, так мы тебе прямо завидуем. Но если я посмотрю внутрь себя, то я спрошу себя, не слишком ли дорого я плачу за то, за возможность делать то, что я хочу? Я что, только в путешествиях могу делать то, что я хочу? Я только в путешествиях могу ездить? Или я могу съесть то, что я хочу, жить, как я хочу? Ну, там же эти потребности у ребенка были проще, чем Арабские Эмираты, Таиланд, Индия, Сингапур, ну, шоппинг в Париже. Там проще были потребности. Не слишком ли дорогая цена? Так понятно? Вот, это плата за неуслышанный голос. Конечно, ну, внешне все выглядит классно. Диана Щербанская путешествует по всему миру. И, понятно, мне нравится путешествовать. Но если я посмотрю внутрь, то я увижу, кто внутри меня таскается по всему миру. Кто это так хочет, чтобы было сделано, как он, что он нашел единственное слабое место в моей железной вот этой дисциплине делать как надо? И он нашел место. Ну, и это, ну, там, 45 сумочек Шанель, ну, не чемодан, а целый шкаф обуви, путешествия. Ну, короче, вот все, что... Лучшие рестораны мира. Он нашел, как бы, мое слабое место. И там развивается. Своя внутренняя боль и место, где вы недолюбленные. В этом месте вы будете искать любви. И вот мы бегаем по миру с маленькой ложечкой, имея внутри себя океан любви. Мы бегаем по миру с маленькой ложечкой, и у всех эту любовь спросим. У денег, у клиентов, у мужа, у взрослой мамы и у взрослого папы, у детей, у сотрудников, у прохожих на виду. И весь Инстаграм, ну, не весь, понятно, Инстаграм, но Инстаграм вам может показать очень много, например, женщин, которые любить, ну, и мужчин, в первую очередь я женщин наблюдаю. Любите меня, пожалуйста, смотрите, смотрите, я вот так стала, и вот так стала, и вот так я стала, и вот так. И любите, там такая жажда любви, которая привлекает тысячи подписчиков, у которых такая же боль, которые тоже хотят вот так быть видимыми, как она, и думают, что раз ее видит, у нее 150 тысяч подписчиков. Нет, у нее миллион подписчиков. Нет, у нее 15 миллионов подписчиков. Значит, ее любят. И когда я буду иметь столько подписчиков, меня тоже будут так же любить. И вот Инстаграм, лайки на Фейсбуке, это не проблема. Но когда это становится одержимостью, когда мне сегодня никто не лайкнул, или, ой, меня опять 15 лайков, ну, когда же, я уже такие посты писала, и такие посты писала, а у меня только 15 лайков и два коммента. Но я пойду сейчас напишу себе три коммента сама, и у меня будет пять, и мне все равно будет приятнее. Когда мы здесь одержимы, нету проблемы в Инстаграме, или в Фейсбуке, или в Шоппинге, или в ухаживании за собой. Но когда это становится одержимостью, одержимость это, ну, вы увидели, это страдание. В этой одержимости есть только я, 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 я. Если человек на Фейсбуке или в Инстаграме разговаривает с вами, это слышно? Нет, разговаривает с людьми, он коммуникацирует, общается. Его видно, слышно? Вы его читаете, его посты читать интересно. Если человека держим собой, то о чем бы он ни говорил, это всегда будет разговор об я. Я, 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 я. Я издеваюсь над Фейсбуком, или извините меня, просто просидела два месяца в изучении Инстаграма, и вместо того, чтобы научиться работать в Инстаграме, как терапевт увидела кучу травм. Фотография подписана таким образом. прекрасный, прекрасная свадьба у моих друзей. Я. Нет, нет. Да. И там, или Эйфелева башня по-прежнему прекрасна. Стою я в первом плане, опустив глаза, типа, но я не вижу, что вы на меня смотрите, вот, и я не вижу, что я занимаю девять пятых, ой, девять десятых всей фотографии, и там на заднем плане, ну, где-то видна Эйфелева башня. Все увидят, что я на, 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 в Париже. Всем будет видно, что я в Париже. И тогда меня полюбят, наконец-то. Это травма. Вот это вот одержимое, центрированность на себе. Я не хочу сейчас, чтобы мы кого-то порицали или себя порицали. Это не лечится порицанием. Это не лечится абструкцией. Это не лечится игнорированием. Это лечится только любовью. Причем любовью не к тому, кто так себя ведет, а любовью к себе. Если вы, ну, так себя ведете, или вас бесит, когда кто-то так себя ведет, это и то, и то одержимость. То это лечится только любовью к себе. И вот, глядя в свое страдание, глядя в те точки, где у вас так много боли, и вы ждете, что в этом месте сейчас придет кто-то и вас полюбит, этот кто-то, ну, спит с вами в одной постели всю вашу жизнь. Мало того, у него настолько большая степень доступа к вам, что когда вы писаете, он тоже писает с вами. Вот такой у вас есть человек. Эту любовь, этого человека вы хотите встретить и получить. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео. И вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.